Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в Криминалочку на сервере Амазин Холлиплей, первой серии, мы не Кирилл Путбуль, и сегодня со мной едет подписчик, вот он едет, давайте никого покажу, вот Денис Чепкасов. Сегодня с подписчиком решил серийку снять, ну как бы мы не в скайпе, он такой пишет, блин, хочу с тобой сняться в серии, как бы все дела, ну а я работал на дальнобоях, и блин, думаю, почему бы и нет, в принципе. Так, если вы поворачиваете на лево, то вы должны стоять на левой полосе, не нужно поворачивать справа налево, потому что это бред. Человек, увидим, и похуй на всё, хочет деморгани посидеть, это нормально, нормально. Блин, в предыдущей серии, вы помните, я сделал два рейса, в одном рейсе нормально проехал, в втором рейсе перевернулся, блин. Я просто, до сих пор, меня бомбит, я уже хочу пересесть на Газель, потому что вроде Газель более устойчивая будет, чем вот эта малышка. Кстати, блин, ехал рейс, и точнее, на БМВ ехал, короче, на базу дальнобоев. И этот, я этот, как его? Бля, забыл админ. Эээ, зам ГАА. Юрий Кошебников, во, едет на зепоре, блядь. Тупо по зерклам не смотрит, я в нему в жопу въехал, он дальше поехал. Меня начал этот, Владимир Ларионов, да он этот редкий, начал мне демить. Я ему похуй, админу вообще реально похуй, ничего ему не сделал, я просто быстро уехал и все. Как бы не хочу с долбоебом связываться. Да, у меня оружия даже не было, поэтому как-то так. Ну, видимо, Газель, видите, как в Газель уходит, на самом деле. Поэтому надо уже на Газель пересаживаться, я думаю, потому что на газончике мы уже достаточно ездили, мне два рейса сделать, и все, я смогу ездить на Газели. На Газели, а газон нам, в принципе, отслужит. Нормально так. Но в основном все на Газелях и ездят, потому что они быстрее, даже у кого там уровень, там, сто-сотый, там, уровень, допустим, они тоже на Газелях, ну, в основном ездят, чтобы быстрее, как бы, Газель быстрее, чем фура едет, как бы, и более такая маневренней, и так далее. Барь, тут драка рыжиков просто. Смотрите, тупо в зепор, блядь, пять человек, кому-то они все вылезли из зепора, эти пять человек, реально, это угар просто. Там, блин, рыжики собрались на зепоре. Блин, зепор, хоть и хорошая тачка, я бы себе, блин, купил бы на блатах. Прикиньте, зепор на блатах. Кстати, я видел зепор на фулл блатах, только не помню, какой номер был, но на первом серии был зепор реально на фулл блатах. Его продали, по-моему, за 300 тысяч, а куда он дальше пошел, я не знаю. На самом деле, я бы сейчас его бы выкупил. Вот реально, я бы сейчас бы выкупил зепора. Было бы вообще пиздато, я думаю. Так, вот мы уже подъезжаем загрузки. Блядь, главное не перевернуться. Просто смотрите, как я торможу, у него просто, ну, машина даже не слушается меня, когда я торможу. Просто смотрите, сейчас я заторможу. Видите, она просто по инерции, ну, тормозит, идет по инерции просто. Видите, как она наклоняется, просто она реально неуправляемая. Довольно-таки. Я не знаю, я не помню, раньше она так переверачивалась или нет. Серьезно, видите, я вот хотя вот так вот, видите, я ее раскачу, она так не переверачивается. Я не понимаю, почему в некоторых моментах она просто бывает и уходит, просто переверачивается. Ни хера. И, конечно, тогда я перевернулся на бугорке каком-то вроде. Точно не помню. Но это было, конечно, эпично. Вот с подписчиками, видите, работаю. Просили будет для бойщиков, ну, я вот снимаю, так сказать, что могу. Так, давай, сдернем его. Я вижу... Че, че написал? Я вижу видосы, как сложно тебе. Ну, кстати, да, блин, вот. Мне сложно, я тут просто напер... помню, переверачивался. Я не понимаю, почему она переверачивается. Серьезно, я не понимаю. У меня фары работают? Да, работают. Во, заебца. Так, давайте его... О, все, правильно пропустил. У меня вот, кстати, не надо в АФК на дорогах, серьезно. Я когда вот сюда, когда в АФК ухожу, я съезжаю на обучину. В любом случае, реально. Так, аккуратненько проезжаем. Главное еще машину нашу не разбить. Это тоже очень важно. Так, мне, кстати, выпало рейс в Кремль. Блин, далековато на самом деле. Дальнячок такой. Я и так еле доезжаю до Розамаса, а, блин, Дальше я могу даже неплохо так перевернуться, я вам скажу. Это будет довольно-таки плохо. Ну, реально, почему я в каждой серии... Вот, почему какая-то черная полоса реально пошла? Я в каждой серии почему-то перачиваюсь. Вот, блин. Ну, конечно, в той серии я один рейс сделал, в предыдущий, точнее. Один рейс сделал, а в втором рейс уже перевернулся. Ну, я не знаю, в чем такая полоса хреновая. Так, что ты, блядь, по дороге бегаешь, придурок? Блядь. Был бы я в ДПС, не гавитя вставил бы пилюлей. Как бы я был еще этим капитаном. Ну, блин, конечно, скучаюсь в ДПС, но... Я могу восстановиться, но не знаю, хотите ли вы этого, чтобы я восстановился или нет. Напишите обязательно в комментариях, просто я реально хз. Так, вот я и доехал уже до Кремля. Подписчик какой-то свернул, наверное, свой рейс поехал делать. Ну, а я, в принципе, сюда поехал. К своему рейсу. Ему, наверное, к военке, либо хрен его знает. Он за мной ехал, ехал, потом пропал куда-то. Ну, наверное, я думаю, повернул. Ну, а мой рейс вот здесь. Ну, 4,9 как-то мало. Очень мало. Думаю, лучше судой поехать, так будет побыстрее. Думаю, потому что бежать через Арзамас и так далее. А так я выйду через тюрьму. Потом с тюрьмы доеду туда. Ну, короче, так будет быстрее, я думаю. Хотя хз. Если посмотреть по карте, то... То-то-то-то... То хз на самом деле. В принципе. Я на самом деле хз. Просто, как бы, нету светофоров, нету перекрёстков. И я думаю, что это будет побыстрее. В принципе. Поэтому сюда и поедем. Ну, думаю, если подписчик меня не потерял, так... Ну, в чат он на дальнобовов ничего не писал. Номер, думаю, он, в принципе, мой должен знать. Он, кстати, со мной скиншот сделал. И, блин, я хз. Ну, может, мы с ним перечислимся на загрузке. Ну, хз, хз. Посмотрим, что будет. Блин, а приятно. Вечерком, как бы, видите, ну... Солнце уже почти село, как бы... Как бы оно уже село такое, знаете. Уже свет горит в домиках. Дорожка такая классная. И я еду. И олени. Озёрка. Вообще, вот, дорога классная выглядит в натуре. Вечером вообще заебись просто выглядит. Кстати, вон, поезд заменённый. Блин, как же шикарно со своей сборкой. Вот сам доволен то, что я сам это сделал. Просто сборка реально очень уходная. Достойная просто охрененная. Кто не в курсе, что я свою сборку сделал и слился в сборку, то ссылочку на сборку, кстати, я оставлю в описании. Кто захочет, можете, в принципе, скачать и пользоваться. Ну, а если вы не знаете, как установить, то есть видео на новом канале. Пропишите, сливаю свой... Свой модпак, сборку для Амазинг. И там я всё подробно показал. Что я изменил, как установить, как скачать и так далее. Ну, а если вам просто нужен вот этот красивый УАЗик, то в модпаке он тоже есть. В принципе, скачивайте. Там он тоже заменённый. Ну, и много чего ещё заменены. Но обычные машины в автосалоне я не трогал, если что. Можете не переживать. Я именно трогал рабочие машины и машинные фракции. И всё. Ну, скорый заменил. Машины ДПС, ППС. Такси заменил. Ну, и вот УАЗик. Может, что-то ещё. Я, может, не помню. Так что всё, тётенька, чуваки. Не переживайте, скачивайте. Играйте, наслаждайтесь. Я вам советую. Так, всё. Я взял чек-поун. Ну, типа загрузился. Чё там кого прессуют уже. О, сара. Я должен это сделать просто. Я просто обязан. Я просто был обязан это сделать. Без этого никак. Ну, сами понимаете. Ну, в итоге нам нужно ехать, кстати, в Арзамас. Ну, на лесорубу. Довольно-таки нормально. Думаю, мы спокойно доедем, блин. Вот, надо побить чёрную полосу в два рейса. Один рейс я могу уже спокойно проехать. Вот, второй рейс. Это, конечно, сильно. Хотя, блин, мне кажется, фура не так перерачивается, как этот дырючок. Не, конечно, машина хорошая, но... Чё-то она у меня в моих руках, она не очень управляется. Хотя, не знаю. Наверное, один я так перерачиваюсь, как придурок. Хотя, хрен знает, хрен знает. Просто, наверное, надо ездить поаккуратнее, как я. А то я в гонщика включаю, и всё, там, форсаж девятый уже пошёл, блядь. Токийский дрифт, короче. Ох ты, блядь. Чуть не перевернулся. Ну, видите. Он у меня как-то, блин, когда... Вот тормозишь, у него же, блядь, откидывает аж его. Аж подкидывает, откидывает, не знаю, дёргает его. Видите, я вот так могу делать спокойно, он не переворачивается. А в поворотах, либо, не знаю, там, на какую-то кочку наехать, то он переворачивается, переворачивается, или начинает тоже переворачиваться. В основном переворачивается. Надеюсь, я доеду этот рейс, потому что я уже хочу получить третий уровень дальнобойщика, и ездить уже на газельке. На газельке, вот, на вот такой вот газельке буду я теперь гонять. Она и, как бы, вроде побыстрее, и по управлению вроде получше. Хотя на ней уже ездил, по-моему, давненько. Но я не помню, честно, как она рулится. Как бы, для меня казалось, что она очень медленная. Если она ездит быстрее, чем вот эта. Хотя мне его и хватает, в принципе, но хотелось бы, конечно, побыстрее. Хотя мне не скоро, главное, управляемый, чтобы он, как бы, машина у меня очень хорошо слушалась. Но сколько они, 74, по-моему, газель 84 едет. Что-то типа такого. 10 километров, конечно, может, разницы не будет ощущаться, но посмотрим. Надеюсь, я не перепутал. Вроде газель с третьего уровня. Надо будет посмотреть, а то я точно не помню. Может, я зря радуюсь. Кстати, я заметил, что УАЗик, ну, то есть, газончик, очень даже неплохо ускоряется. Я только сейчас светофора как стартанул, смотрите. Реально неплохо. Давай сейчас я остановлюсь. Вот, смеется сейчас. Так, вот, пошел, пошел, пошел. И вот, под разгон сейчас пойдет. Во-во-во. Реально-таки неплохо он ускоряется, на самом деле. Блин, прикольный. Я раньше этого не замечал. Мне только, что подписчик написал, удали модель, она лаганая. Типа, лагает. Ну, ничего страшного, в принципе. Лагает. Так, лагает. Как бы, главное, что мне нравилось. Конечно, я знаю, что никто не видит мой УАЗик. Ну, кроме меня. Но мне все равно по кайфу. Мне по кайфу. Я ставлю модели не для других игроков, а именно для себя. Так что запомните это, чуваки. Не важно, будет видеть ее кто-то или нет. В первую очередь, вы ставите модельку, какая вам нужна, для себя. На этом у меня уже все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на руку ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сервисе. Райте, жите новых серий. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok